Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня я снова у Стефана в гостях, и мы будем отвечать на очередной вопрос, который вы прислали. Звучит он следующим образом. Пока Егор ищет вопрос, хочу сказать, что он подарил мне книгу, буду читать, и потом поговорим об этом. Это хорошо. Нашел. Спасибо. Привет, Егор. Можешь ли ты спросить у Стефана о воздействиях высоких и низких температур на рост мышц и силовых показателей? Слышал о таком исследовании, что горячий душ после тренинга способствует более сильному восполнению и разрушению мышечного волокна, что в дальнейшем даст более лучшие приросты. окей, ребята, этот вопрос больше связан с восстановлением. окей, и это уже известно, что когда мы тренируемся, и мышец начинает микротравму получить, именно если сделан негатив, эксцентрическая работа, значит эксцентрическая работа. Концентрическая, эксцентрическая работа. Много микротравма получается, тем более, если вес большой. А что происходит? Чтобы ускорить этот процесс восстановления, они сделают несколько методов. И один из них это криотерапия. Это когда... Холод. Холодно. Когда идет холодно, тогда помогает. Почему? Потому что иногда между этими процессами, микротравмами, получается какой-то... восстановление волая в Воспаление? Нет? Юль, что это? не помнишь? Информэй счн. Информэй счн. Информэй счн. У тебя вон там этот самый todowhat. Сейчасay, на минуту. И все этот процесс, они сделали чтобы восстановление было медленнее. А когда сделать воду, холодную воду, криотерапия, а тогда помогает, чтобы быстрее восстанавливаться. Потому что выбрасываются гормоны из-за стресса, да? И тоже гормоны из-за стресс, и уменьшает это маленькое нарушение, которое идёт в мышице. Поэтому, когда и сделает либо очень интенсивная тренировка, либо очень, как сказать слово? Воспаление. Воспаление. Воспаление, вот. И помогает, чтобы уменьшить воспаление. Воспаление. Это 100%. А что связано уже с горячей, горячей водой? А это тоже известно, это называется «контраст метод». Но это тогда нужно то горячей, то холодной, то горячей, то холодной. Да, да, вот. Если использует горячей, не просто горячей, потому что самое главное здесь идёт горячая и потом холодная вода. А это как и сделать. Можно, например, 30 секунд в холодную воду, 30 секунд в гараж. А на сколько должна быть горячей? Тяжело должно быть? Мне очень тяжело, а холодно можно нормально. Нормально. С ледом поставить. И не заболеешь. А вот, это хороший вопрос. Потому что я так делал, и я часто простывал. У меня в комьюнити есть три бассейна. Обычный, с ледяной водой и с горячей. Я вот так делал, и жена так делала, и даже голова начинает иногда болеть. Вот. А чем проблема? Проблема в том, очередь как сделать. Это очень главный момент. Очередь. Если ты сделаешь горячей и холодной, всегда должны заканчиваться горячей. Потому что если финиш в холодном, а тогда температура тела падает. Если температура тела падает, это означает, что если иммунитет на 100%, человек может заболеть. То есть начинать и заканчивать в горячем. В горячем. Но поверь мне, все так делают. Кто будет начинать и заканчивать в холодном? Сначала греемся, а потом идем в холодном. Нет, потому что обычно, если сразу же после спорта, сразу в холодном. Плохо? Нет, хорошо. Нормально. Сначала можно. Но самое главное, чтобы ты не просто минута уже в конце, а может быть 5 минут в горячем. Все равно нужно греть. Да. Нужно восстанавливать тело, прогревать. Да. Температура тела должна повысить снова. Потому что это моментально. И это не очень-очень важно уже для мышцы. А самое главное для центральной нервной системы. Полезно? Очень полезно. Потому что когда надо сделать холодный и потом горячий, центральная нервная система очень расслабляется. А сколько нужно делать вот таких вот переходов? Можно немного. Три, три-четыре. Три-четыре раза? Три-четыре. Я несколько спортсменов и сделали. А тоже проблема в том, что иногда люди поставят холодную воду и больше 5 минут. А тогда шанс простудиться очень сильно. Нельзя. Я не рекомендую больше минут-две. Максимум. будет 5. Есть люди, которые поставят на 10-15 минут. И тогда центральная нервная система. Но это надо обладать супер здоровьем, да? Нет. Будет заболеть. Это плохо. Заболеет любой. Не, не делай. Не делай. Это обязательно не делать. И тоже исследование по этому поводу. Читао. А скажи тогда, пожалуйста, ведь есть кому это нельзя противопоказания. Вот к примеру, может у кого-нибудь давление высокое или сердце. Есть люди, кому нельзя? Это мы можем сказать только для спортсменов. Люди, которые 100% здоровы. Остальные это зависит. Потому что есть несколько заболеваний, несколько видов. Поэтому если ты 100% здоров, либо ты спортсмен, нормально. Если ты вступаешь на хороший уровень, 100% нормально. Это натурально имею ввиду. Не надо принимать ничего, но просто хорошо тренируется, имеется какой-то опыт. А вот тут же можно… Если нет, извините. Если нет, нет смысла. Понимаете, не надо восстанавливать центральную нервную систему, если ты тренируешься 50 кг. Если ты короче тренируешься, тогда центральную нервную систему усталость получает. А может это посоветовать? Тогда мы должны восстанавливать. Стефан, а ведь это тогда можно посоветовать людям, которые не тренируются, но испытывают какие-то стрессы, да? У кого центральная нервная система, да, наверное? Все, все. Это короче вопрос. Тогда что мы могли сделать? Допустим, те бизнесмены, работают адвокатом, врач, очень много стресса. Постоянно концентрируешься. Вот. А тогда ты можешь сползать примерно как мы делаем. Это как олимпийский спортсмен сползует. Тренируется сильно в понедельник, тренируется сильно во вторник, а тогда в среду сделают восстановительная тренировка, легкий кардио, и потом заканчивается контраст душ. Это очень хороший результат. А если человек вообще не тренируется, он может пользоваться контрастом? А можно, можно. Для здоровья просто. Для здоровья можно, но тогда еще раз. Если он не тренируется вообще, он должен тренировать, потому что это уже будет самое лучшее лекарство для голова. Потому что даже для селуянов и даже сделали в России это исследование, и поставили люди в CAT-скан, знаешь, сканирование в голове, и сделал человеку очень много стресс, и его голова сделала импульс по всему. Стрессом много, да? в том числе место. А когда он штангу дал ему, только рук начал сделать, и просто для зоны, которая двигательная зона в мозге управляет. Поэтому и стресс от других места в голове, они меньше и стимул получают, и люди восстанавливают. Поэтому они могут доказать, почему делают физические упражнения, помогают. И они сделали это с помощью CAT-скана. И лучше всего, наверное, вот силуяновский изотон будет для здоровья, да? Изотон, изотон. Не, конечно, питание, тренировки, это первое. Посмотрите на нашу книгу, читайте, сделайте. А после этого может контраст. Не рекомендую контраст для людей, которые не занимаются, занимаются, и уже люди будут. А уже занимаются в среду нормально, и в субботу, либо в воскресенье. Два раза в день нельзя делать каждый день или постоянно. Знаешь, почему? Почему? Потому что потеряет эффект. Организм начинает привыкать к этому, и уже больше эффект получается. Тоже следование делали, и на сборах сделали каждый день, и потом меньше эффект, меньше эффект получается. И поэтому люди иногда и часы делают контраст. Но тогда нет смысла. Несколько раз, но не используют часто. И тогда еще вот такой вопрос. Я уже снимал видео на эту тему и писал статью, но может ты тоже что-нибудь пояснишь. Может быть я не прав. Я встречал не раз исследования, что люди, которые тяжело тренируются, именно тяжело, спортсмены, на какой-то результат. Не те, кто ходит ради здоровья там, физкультурой заниматься. А ты знаешь, что в России очень любят сауну, баню. Да. И вот для таких людей, которые испытывают тяжелые физические нагрузки, им не рекомендуется ходить в сауну и в баню чаще, чем один раз в две недели. Именно из-за сердца. Не рекомендуется. Да, да. Это примерно точно. Из-за сердца. Это правда или нет? Потому что мне многие не верят. Говорят, да это ты придумал. Для сердца это как еще раз, как я сказал. Если спортсмен здоров, тогда в принципе его сердце будет здоровым. Эта проблема не будет. А если есть спортсмен, который тренирует неправильно, тогда может быть еще воздействие на сердце. Но затем, если он сделает как восстановительная тренировка, легкий карджио. Легкий карджио. А если он прям поприседал то? Нет, нет, подожди. Это понедельник приседал, тогда контраст не делаем в этот день. Сделаем отдельный день только для восстановления. Понимаешь? Потому что в этот день стимул уже был. Центральная нервная система работа, мышцы работают. Тогда ничего не делаем в этот день. То есть контрастный душ и горячая ванна не рекомендуется после тренировки, да? Это на следующий день лучше сделать. На следующий день либо день только восстановить. Только восстановить. Да, да. Если только рекомендуется холодная вода, криотерапия. Если человек много травм, например, хоккей, много ударов, много ударов. И тогда рекомендую сразу же. Соккер, иногда футбол. Американский футбол. Американский футбол и хоккей часто показывают, они сразу садятся в ванну со льдом. И маршал артс, микс файт, МММ, потому что много травм получается, чтобы воспаление было меньше. Тогда можно. Спасибо, Стефан, за подробные ответы. Друзья, ставьте лайки. Обязательно пишите интересные вопросы в комментариях под данным видео. И Стефан по возможности обязательно на них ответит. Самиглавные тренируются ребята. Давай. Всем пока. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соц. сетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось, и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.